Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 243. Что такое тихий ропот и как он проявляется в жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сначала рассмотрим, что такое настоящий ропот в полный голос, не за углом. Исход 16.12. Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнайте, что я Господь, Бог ваш. Ниемия 5.6. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Деяния 6.1. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 1 Петра 4.9. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Послание Иуды 1.16. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Филиппийцам 2.14. Все делайте без ропота и сомнения. Евреям 3.8. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Премудрость Соломона 1.10. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Премудрость Соломона 1.11. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. Иоанна 6.61. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Тихий ропот – это не евангельское выражение. Это говорится о тех, которые не могут высказать недовольство в полный голос и шепчут в тряпочку, ругают кого-либо маленьким язычком. Но этого делать тоже не рекомендуется. Продолжение следует...